28 декабря 2018 года, в 17 часов, в то время пока в Главном управлении метростроя Санкт-Петербурга проходила закрытая встреча рабочих метростроя и вице-губернатора Николая Леонидовича Бондаренко по вопросу о невыплате долгов по заработной плате представители Фонда Рабочей Академии и Рабочей Партии России побеседовали с женами рабочих метростроя Нет, уведомление, что они его получили, это одно Ну, получили Ну, получили, это другое, не подписали договор, получили уведомление О том, что с ними расторгается договор Ну, тогда вы мне сейчас пришлете уведомление, я подпишу, что я от вас получил И не будет заключаться-то с ними, пока его не заключили Да я понимаю, но это само по себе уведомление ничего не означает еще Да? Да Ну, с 1 января-то, допустим, они... Уведомление означает, что им не надо расходиться и надо действовать, а не думать, что им, как раз, одно обещают трекор Нет, это все понятно Они на срочных договорах себя? Все с насрочных? Ну, с сему 13, они все на срочных, они все на срочных Все, и мы с сему 13 А, ну не Я можно, я конкретно посмотрю Ну, то есть вот, 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 то есть им нужны, конечно, действия такого рода, какие у них и были Может быть, занять, там, то, что они занимали, и голодовку продолжать Ценять уже все Голодовки бывают разные Так везет сейчас Банки сейчас, наверное, Везет только метрострой, столько берет в долг у них банков, кредитов Метростройские люди Все Да, да То есть если они в такой ситуации просто разойдутся, то есть их уведомли, что закончилось, и все, и новый не заключат. И до конца договора, и все. А тут надо тогда это действие продолжать до заключения нового договора. Так а если вы не будете с ним заключать? Ну так я, а тут наоборот, если не будете ничего делать, то и не заключат. Если брать предыдущие года, то там как бы автоматом, как это идет, уведомление получается сразу? Автоматов нет, я в университете работаю, у нас давно уже нет автомата. Сейчас получается, что... Пулеметом выкинуть могут автомата нет, никакого автомата заключения нет. Ну я имею в виду, что их уведомили, и как бы с ними сразу, грубо говоря, уже на следующий год заключили... Это уже большое нарушение. Почему? Я понимаю. Потому что срочные договора заключаются, если вы апельсины пришли убирать. Вот апельсины убрали или кружку, а вот для такой работы это не должно быть. Получается, они работают несколько лет, и все по срочным договорам, да? Да, нужно... То есть они и с ними сделали так, чтобы в любой момент их... А они с этим... Тогда они провели работу. А значит, сейчас надо что-то предпринять. Сейчас предпринять можно то, что они начали делать. Ведь они же остались там в забое, как бы, и не стали, так сказать, уходить и выходить наружу. Им надо вот, не было... Надо было потребовать, чтобы они вот это обещание сделали. Вот что сегодня она обещает? Вот сегодня они могут выставить требования. Сейчас могут говорить. Выставляют? Ну, а, так сказать, начальство их собрало для того, чтобы поговорить, что все будет хорошо. Вы спокойнее сидите, все будет, не переживайте, все будет хорошо. А потом первого часа приедете, скажете, вы никто, пропуска вашего нет, мы вас не знаем. Вот что им грозит. Ну, что, по сути, сейчас... Вот на эту тему с ними надо и поговорить, поспрашивать. Нам непонятно вот. То есть, вот тогда непонятно, почему они их стреляли до того, как им продлят договора. То есть, они сейчас их рассчитают, и все. То есть, здесь сразу же прям промашечка. Никто им не собирался продлевать. Девушки говорят, что им обещали, и они верили до последнего. Вот в том-то и дело, Григорий Вячеславович. Нет никакого продления. Нет такого понятия продления. Договора не продлевают. Видите, они говорят, что с года в год автоматически перезаключали. Никакого автоматического не бывает. Это срочные договора. Закончился договор, все. Ну, новый заключается. Нет, никакой обязанности заключать новый нет. Нет, нет. У них в предыдущие года заключали. И что? Это просто так было. Ну? Никакой обязанности перезаключать. Нет, я согласен. Вот надо понимать, они все время ходили под таким домокловым мечом. Вот, поэтому... И они нигде не договорились, не опрокинули, не потребовали перезаключения. На неопределенный срок. Как называется договор постоянный? На неопределенный срок. Вот есть такое требование. Первое дело в таких делах формулировать требование. Требуем договора на неопределенный срок. Особенно после этой всей ситуации. Вот они сейчас должны чего добиваться. А они говорят, сейчас мы денежки вам дадим на радость. Вы сейчас сможете выпить, закусить, а первого числа придете, и у вас уже нет. До свидания. То есть требование уже созрело. То есть его надо выдвигать сейчас. 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 И надо его, это требование, надо его поддержать какими-то действиями. Вот надо поинтересоваться, как вы собираетесь его поддержать. В чем нужна помощь? Если вы хотите требования обнародовать, вот мы вам что гарантируем? Что будет это ваше требование услышано? Пожалуйста. То есть можно будет сделать на видео. Если вы хотите, чтобы было в газете за рабочие дела, товарищи, обращайтесь, и было сделано. Если у нас необходима помощь, вот товарищ Бобинов, председатель инициативного комитета профсоюзных организаций и фабричных дворских комитетов, мы не знаем, есть профсоюзные организации, как она в этом участвует, не слышно по публикации. Может, потому что не видно публикации, может, все блокируется. Вот, это первое. И второе, но всегда, но всегда можно трех человек собрать и сделать инициативные комитеты организации, СМУ-13. Какая проблема? Собрали трех человек, вот и все, и будет организация. А если люди не собрали, они все время, значит, вот такой поодиночке. Поодиночке это самое страшное дело. Потому что поодиночке уволить, ничего сказать. Вас уволим, это вас не касается разговора, пока мы с вами завершаем. Вот, все будет вам хорошо. Потом вы приходите, потом с вами и так далее. То есть разделить всех на куски. А сейчас они что сделали? Чтобы сначала отделить их, так сказать, от общественности. Чтобы от всех, кто их поддерживает. Давайте мы там с вами поговорим. Если бы речь шла о том, что мы вас берем снова на работу и все выплачиваем. А что там скрывать? Вот у меня имеется удостоверение, смольнинская, об аккредитации в администрации Санкт-Петербурга. Записали, мы вас не пропускаем. Почему? Закрытие совещаем. Как вы говорите? Закрыты, когда делают? Ну, когда что-то хотят сделать нехорошее. А если они что-то такое доброе и хорошее сделали? А тут бы мы с вами сразу и восславили бы администрацию. Правильно? Только нам надо точное название. Кого хвалить? А вы, девушки, откуда? Вы жены? Да. Я жена. И я жена. Ну, так это самое главное. Конечно. А что мы там ждем, с кем разговаривать? Вот. То есть, вот как-то надо бы товарищей это довести в это дело. Если надо, то есть, вот я готов. Пожалуйста, проконсультируйся. Профессор по факторе экономики и права, президент фонда рабочей академии. Вот мы приехали на случай. Ну, здесь как делали? Быстренько сделали толпу, чтобы люди проходили, проходили. Но тут вроде как и не поговорили шаги. Вот. Потому что так информация была, что здесь. Так, по четыречай. То есть, пожалуйста, там есть мой домашний телефон. Можно позвонить, консультироваться, посоветоваться. Советы – это дело не вредное. А вы в курсе дела? Они использовали вот эту вот 142 статью? Конечно. Использовали, да? Конечно. Все написали? Все писали почти. Все писали, да? Так. Там вообще какой-то закон не дается. Нет, а дальше там никакое обязательство нет. Там ведь другое дело, что по этой статье, вот вы можете теперь не приходить на работу, можете ничего не делать, сдать, но никакой обязанности, никакой ответственности, работодатель все равно нет. Она ничего не полагает. А есть уголовная ответственность за невыполковую зарплату. Я знаю, что написавшему сразу локаут устроили. Вот я вас после этого и позвал, когда мне сказали, что все написавшие были уволены тут же. В конце все было. Как все? Значит, не все написали? Кто первый писал? А зачем он первый писал? Ну там кто-то стал первый писать какое-то, да, с ним, я помню? По-моему, с ним. Ну вот согласитесь, что здесь мы собираемся сделать какое-то действие. У нас 15 человек, все нужно сделать. Сначала 15 написать, и в один день раз и принести. Вот были такие случаи, когда люди требования выдвигали. И так, что вы выдвигаете, ага, а она зачинчивается. Хором. Боялись. Хором. Я знаю, но там предыдущие. Так вот, если боялись, так и надо было сначала подготовить, сколько человек? 20, 30, 30 заявлений. Раз, сразу. Ну это... Потому что пока люди сидят, вот, и их кормят обещаниями, они... Это я понимаю, что, Светлана, но все равно, мы, ну, люди учатся, и заплатят. Не из книжки, а из жизни, а из жизни, вот. А потом, что они, честно, уволили на каком основании, уволили? Имеют право. В суды подали? Не знаю. У тех, кого вовольны. Вот, 11-й, да, смысл, по-моему, они в суд подавали. Вот все люди, которых уволили, нет оснований для увольнения, то есть есть? Так нет, они и прокуратуру писали, в суд, в инспекцию. Прокуратура, ну, наверное, это вот такое. Прокуратура у нас, она в нокдауне. Два генеральных прокурора. Один сидел в тюрьме, а второго выгнали в куратого. Поэтому они всего боятся. А вот суды такие вещи берут и, в общем, часто решают положительно. Потому что судам сказано, там, по этим делам лучше с народом. Поэтому, в принципе, вот в суд обязательно нужно подавать. Надо подавать, и это вполне, потому что там однозначно написано, что ответственность несет работодатель. Они никакой ответственности за... Они не находятся на работе, и несут. У меня с собой читали это, да? Нет? Нет. Показываю. Это конкретно по вашей ситуации книга. То есть, как вас обманули, что... Значит, смотрите. Значит, смотрите. Давайте вот с вами мы посчитаем спокойно. Как раз вот с вами создали все условия. 142-я статья. Ответственность работодателя. Ответственность работодателя. Не работник, а работодателя. За нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Работодатель и в схобках или уполномоченный им в восстановленном порядке представители работодателя, то есть, кто угодно, начальники, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами. Есть федеральный закон. В уголовном кодексе есть статья за невыплату, уголовная ответственность за невыплату зарплаты. Вот товарищ Рогозин ее применял по-восточному. Несколько раз. Значит, когда человек пишет в суд, он не должен... Вот мне не выплатили зарплату, прошу обязательно. Надо писать, прошу привлечь к уголовной ответственности, в соответствии выплатить зарплату и привлечь к уголовной ответственности. И пусть они потом и решают, как это гражданское будет дело или уголовное дело и так далее. Сразу надо писать, просим привлечь к уголовной ответственности. А как? Ну, человека лишили средств к жизни. Откуда он может деньги взять? Это они могут деньги взять где угодно, а откуда обычная работа? Так, идем дальше. несут ответственность в соответствии с настоящим кодексом и иным федеральным закон ответственность у нас двух кодексах в кодексе в административных правонарушениях сколько денег с них можно стряхи это дело это одно плюс еще моральный вред как с во сколько вы оцениваете это моральное страдание такую же сумму но это это другой этого вопроса вы должны писать все что вы хотите вот это моральный вред а в уголовном кодексе найти статью уголовная ответственность не ухода зарплаты идем дальше в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней а тут уже тут хочу говорить работник имеет право извести работодателя письменной форме приостановить работу на весь период до выплаты за задержанной суммы на весь период приостановить вот это он не остановил работу это не забастовка это не неявка на работу это вот он имеет право по этой статье приостановить так не допускается приостановление работы только там вот период введения военного чрезвычайного положения или особых мер соответственно законодательству в органах организациях вооруженных сил государственными служащими организациях непосредственно обслуживающих особо опасные виды производственного оборудования так и так далее в период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте вот что важно имеет право нельзя его за отсутствие на рабочем месте уволить никоим образом дальше на период приостановление работы за ребенком за работникам сохраняется средний заработок то есть той же заработок платить земную то есть ему начисляться ему должны деньги они работают и внучраютれる было чтобы работник отсутствующие в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня После получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. Вот скажем, если им сегодня дают бумагу письменную, вот не разговоры разговаривают, как они сейчас разговаривают, а дали бумагу в письменную, что Иванов Иванович, вам завтра будет выплачена заработная плата, выходите на работу. Вот если он не выйдет, вот тогда можно его начать заказывать, как то, что он прогулял. А вот если я ему не дал бумажки, он ее не обязан восходить. То есть он должен... Насколько я понимаю, они там сейчас арест-то сняли, как бы... А? Как арест сняли, ну как написали опять-таки. Потому что арест сняли, да. С чего? С счетов. С счетов. Что сейчас должны будут выплачивать. Да когда они раньше были, должны выплачивать. Вас-то не касается. Вот откуда они берут деньги? Это не должно касаться работников совершенно. Что там, кого с чего сняли. Они будут вам рассказывать, что, знаете, уже едут. Уже с Владивостока, значит, телега едет, там вся груженная. И она очень быстро едет, самых быстрых коней набрали. Чтобы им не мешали там поезда, потому что поезда могут в крушение попасть. Чтобы вам точно доставить через полгода. Поэтому погнали на свидетель. Мы вчера смотрели, что вы в видео выложили, что происходило там внутри. Видели? Нет, к сожалению, не смог. Почему? Там в группе же есть это видео. В группе есть. Пропали деньги. Пропали деньги? Да, они сказали. Ну, хрен его знает, куда они пропали. Нет, вас это вообще не должно волновать. Обвинили-то работяка, как дать? Вчера же это было. Да. Ну, это чисто в обшаре. Значит, такая ситуация. Кричал, что нет. Вот такая ситуация. Один из самых хороших способов защиты – это обвинять. Кто сейчас виновник? И кто преступник? Работодатель. Значит, а если, значит, вы у меня что-то дребаете, это вы у меня вчера шапку убрали? Вот точно вот она. А, кстати, эта вот шапка – это моя. И уже сразу вот вы… У вас есть документы на эту шапку? Конечно. Показывайте. Нет, особо не надо. Ну вот. Так, есть тут товарищи? Давайте. Свидетели. Свидетели. Свидетели, да. Это понятно. То есть, понятно, люди, как обращаются с рабочими. Рабочие, их кормят, поят. Они, значит, набрались этой грамотности, неизвестно где, такой псевдограмотности. И, так сказать, используете приемщик. Приемщик. Приемщики специально учат. Я вот на учебе, на этом меня учили. Как на человека. Правильно ли я понимаю, что это вы виноваты в том, что они выплачивают рабочих затрат? Правильно я понимаю? Если вы скажете «да», ну, все, вы пробовали. Если вы скажете «нет», вот все преступники и преступницы говорят «нет». Это особо опасно. А что нужно делать? Изолировать от общества? Нет. А что нужно делать? Вы в ответ, что должны мне сказать? Объясняю. А правильно, гражданин, я понимаю, что вы 15 человек тут вот зарезали только что, на ближайшей улице. А, точно. А теперь хотите себя, себя, освободить от ответственности, набросившись на меня. Это да. А если это следующий тур, опять, а я говорю, нет, это вот вы сейчас, вот этот вот товарищ, у него все вытраны, все, что у него было в карманах. Правильно я понимаю? Вы скажете «нет», вы скажете «нет», проиграли, скажете «да», опять должны про меня что-то сказать, нехорошо, но только мягко так, правильно ли я понимаю? Это же, как бы, вежливо. Это вся публика обученная. Поэтому начинают всякие сказки. Пропали деньги. Ну, ясно, что пропали. Если я ваши деньги все себе прикарманил, так они пропали. Как вы считаете? Если я купил на них остров, тоже пропали. Они уже все, они уже в деле. Перечислил там туда-сюда, тоже пропали. Пропали уголовники. Сколько 20? А это уголовное преступление. И вот надо так и рассматривать, что вот эти люди, которые не выплачивают заработную плату, рабочим уголовные преступления. Откройте уголовный кодекс, найдите статью и, соответственно, надо так и ставить вопрос. Особенно те люди, кого там эти решили уволить, обязательно, и срочно убедать. Если надо будет кого-то поконсультировать там по этим бумагам, которые напишут в суд. Болоса, тут звоните, а я звоните. Так что был вопрос, то звоните. Хорошо, спасибо. Спасибо. Что поедем? Люба, а у вас? Алла. Да, не законно, спасибо. Звоните. Ему где-то обращается. Обязательно. Обязательно. Вот еще побеседует у нас с председателем инициативного комитета. Что он делает, к нему можно обращаться. Говорят, к обе-другому. А сам он по специальности врач скорой помощи. Раз и приедет. И шли с Сельбурга пришли. Его, кстати, на правую тоже жена. Так вот. Так что мы знаем, кто управляет. Чем. В общем, это называется путаники. Все, что тут сейчас будет происходить, это будут вот путы. Вот вас будут путать, путать. И ни к чему это приводить не приведет. То есть, получается, мы сейчас должны полностью собрать все сведения, которые есть. Получается, кого-то уже уволили, да, я так понимаю, человек 15. Просто уволили, потому что они принесли заявление. По 142-й. Да, да, все сидят на, как его называется, на срочных. Увольняйтесь по собственному желанию. Человек 20, там, на видео, я больше не видел. Ну, я тоже 20. Непонятно. Ну, где-то в таких пределах, или как там, или две сотни, как они там работают, какие смены. Внизу? Да. Нет, сколько там, 30 человек в смене, да? Вот это какие бригады? Две бригады, 60 человек, допустим. Нет, там заботы. Бригада есть, бригада есть, да, мало ли. Двух человек, смотри, человек 20, 25. Ну, я говорю, на видео, где-то человек 20, не поднялось. Ага, и это при том, что без зарплаты сидит порядка 2000 человек. Я правильно понимаю? Двух тысяч, да? А вы посчитаете, сколько всего их? Конечно. Почему? Ну, если не будет, там 20 организаций. Это 20, это 17, 15, 15, 15, 15, 11, там много организаций. Даже больше. То есть, все вот эти суммы, которые упоминались, все без денег. А, ну, все абсолютно. Ну, а когда неделя пошла? Ну, пойдем говорить, а вы только-только образовались. И вам уже не хватит. А эти суммы, они организовываются каким образом? Не понятно? Почему? Или они испокон веков, или же сразу же? Вы, ну, это же подрядчики, они же, получается, какие-то, с 90-х веков, когда там были бы, они хвастливали, сделали подряд. Когда-то разделили их по частям? По частям. Это же, не, а закрыто, так-то нет, потому что он сделал себе подряд, он нанял людей, которые были специалисты, они начали работать. Вот, 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 вот. Ну, понятно, понятно. То есть, срочные договора вас нанимают и распускают сразу же, да? Нет, ну, это надо ходить договорам. То есть, они же, идут в две страхи, они штрафуют сами себе, чтобы потом вещество это взял, что денег нет, а что у тебя у человека будет делать? Извини, до свидания. Слово, у тебя есть в карманах уже. Надолго. У тебя же написано, когда ты, это все, до конца работы, фонда работы, не знаешь, когда у тебя конца обрабатывает. Все, работа закончила, иди домой отдыхай, все, на вошли минут. Логично так? И закон не нарушен, и филосы, и при своих. Никто ничего не знает, и все нормально. Ну, ясно, и работаете так из года в год на этих срочных контрактах, да? Ну, я-то не срочный, кстати. Ну, понятно. Ну, вот ваши дамы же я, из года в год, да, в срочные, да? Было же так? Да, раньше был срочный. А у вас какая специальность, с кем вы работаете? У меня специальность, с партурсом. Ну, я еще лучше. Ну, понятно. У меня будет пять специальных. Вот эта же история с задержками зарплат, она вообще давно уже тянется, да? Да, давно уже такого надо делать. В 89-м делаю там вот постоянно задержки были, постоянно. Нет, такие вот крупные сейчас уже. Ну, тут пока нет. Наверное, с лета уже. Да, вот с лета, по крайней мере. Мы даже вот как-то господином. Ну, а вот приостановку по 142-й статье много раз практиковали? Нет, люди там практиковали немного. Десятая смутная. Просто... Это только недавно, там какой-то такой юрист там там кому-то сказал или что. А так они когда... Ну, все. В смысле, с апреля? Да, с августа месяца они начали практиковать эту статью. И все там, я просто начинь сказал, что я только с 142-й буду увольнять. На конче договора, до свидания. По окончании договора, то есть увольнять, да? Ну, наверное, будет смотреть. Там же не все специалисты, там хорошее специалисты зачем увольнять? Ну да. Хорошее специалисты уволят, куда он денется, отработка встанет. А таких, как наемников, много там киргизов эти занимаются. А что они скажут? Это дешевая рабочая сила. Им по нету, подумай. Вот они занимают люди киргизов. Им за скользяк тысяч или четыре тысячи не платят. На ночные там не платят. За додобный, ну, тысяч десять им тысячи не платят. Стоит, что-то ближе-ближе. То есть, вот тут про профсоюз уже спрашивали. Про профсоюза не слышали его, да, активностью? Ну, это лифтный профсоюз, какой-то профсоюз. Они там все, в нем никак работать. Вот вам через него никак свои проблемы не решить, да? Ну, конечно. Но он есть, да, при этом. А как он называется, как называется профсоюз, не помните? Нет, это после дикого профсоюза. Это все три начальника. Он сказал, что вы делали. Вы, конкретно, ваши друзья или кто-то обращались? Ну, они, да. Свой опыт, собственно, есть? Я знаю, что они обращались. Когда это все началось, они стали там, где это находится, кто они вообще стали искать. Ничего. Ничего сделать не мог. Тоже обращались и писали в газетах, что, да, по-моему, обращались даже они сами. Ну, ничего. Просто тишина и все. Вообще ничего не мог. Ну, вот таким образом получается, что вы ничего сделать не можете, потому что вас увольняют, когда вы начинаете пользоваться со 42-й. Ну, точнее, не продлевают. И не подниматься. И они могут вызывать уже этих, как его горных, ну, как проверяющих. И все работа станет. Если они будут там 2-3 суток сидеть, они могут вызвать только, как я не помню, как называется, как это проверяющих. Только они могут их вытащить. Там много чего. Есть свои нюансы. Можно там. Просто люди, наверное, сами не хотят. Вот они была... Они боятся. А зачем они там весеннее значили? Пускай сидите до конца. Но вообще получается, вам бы было гораздо лучше, действительно, если бы не было вот этих срочных договоров трудовых. А ведь срочные договоры, ты думаешь, если все будет официально, что тебе должны выплачивать за это, за это, а в срочном договоре этого нет. Ну, ты бы, как там, в поскорочение попал, тебе все 3 месяца должны выплатить, правильно? Там первая там полная, вторая там минималка, средняя это такая минималка. Там 3 месяца. А так тебя никто не выплачивать не будет. И все. И увольнять выгодно, наверное. Если не будет официалки, тебя увольнять не выгодно. Если не официалки, тебя взяли, кинули, до свидания. И все. Отпускные вашим мужьям когда-нибудь выплачивали? Отпускные выплачивали, все выплачивали. Девчон, мы все. Он уже отгулял, да, от отпуска, и ему только после этого недели через 2 месяца. Мы тоже есть отпускные. Поэтому не поехали. Мы гуляли без отпускных. Да. Но это еще было в лучшие времена, когда еще что-то переводилось. Сейчас, наверное, люди уйдут, кто ушел в отпуск, они уже как-то не только в отпуск, но и в ад. Когда вот так все стало плохо, кто-то пытался своих хотя бы в смуз убирать? Собрание трудового коллектива, или как это можно назвать? Да нет, ходит и ходит. Просто собраться и поговорить все по сменам. Тут проблема, что они еще все на раз в рамках. А смены, ну, вот, допустим, им, наверное, проблематично собраться тоже. Ну вот, для этого и надо профсоюз делать, получается. Профсоюзные собрания, на них собирать работников с разных, там, станций, с разных рабочих участков и с разных СМУ. Почему не так? Надо через каждый... Заключать коллективный договор. Нет, надо каждый участок, например, там, СМУ действовать. Одного человека набрать, там, 20 человек с каждого участка. И будет один общий профсоюз, и они будут реализовывать. То же самое. А он знает, где он как у себя работает, другой как у себя, это как у себя. Он там петицию набрал, людей собрал, каждый со своей организацией. Пришел, и главный момент, какой-то человек выберет с 21 или какой-то главный. Он пришел, все отдал. Можно так сделать. А никто не хочет. Кто-то хочет, коль скоро вот это вообще. Не, ну, видите, вас припекло. Вы начали только, когда совсем припекло. Да вся страна так сейчас. Я же ждал, все такие люди терпеливые. Я же говорю, люди терпеливые верят до последнего. Денег не перевели. Почему денег? Жизнь тяжелая, представляете, почему не перевели? Бетона нет, бетон купили. Надо же, бетон, мы же должны работать. А деньги через неделю сказать. Так вот, насчет каких-то активных работников, надо, чтобы они вышли на контакт с Михаилом Васильевичем. Он большой специалист в этом. Он в Санкт-Петербургском университете читает курсы лекций по трудовым конфликтам. Он крупнейший специалист, наверное, в России. Вот. И, соответственно, он может там, ну, посоветовать там, как забастовку организовать грамотно, чтобы никого, так сказать, по возможности не уволили. Спасибо.